Добрый день, добрый вечер. Добрый день, дорогие друзья, я в этой новой нашей операции, так скажем, переехал. Поэтому можно двигать сюда, вот эта масочка у нас здесь сама. Сейчас мы включим еще одно освещение, чтобы было лучше. И вот таким образом мы по конечку начнем с нашим голосованием и рассказом, не торопясь о том, что сегодня происходит. И мы, Дубаев, в целом. Почему вы так несчастны? Почему мы так счастливы? Почему будет дисбаланс вообще в небо? Вот почему. Конечно, очень долгая тема профессора, которая требует времени, которая требует, конечно, рассечивость, которая требует определенной морально-физической подготовки. Ну, надо, чтобы понимать всю стену, нужно прочесть энное количество книг. Вот, по-моему, как мы здесь называем. Чтобы понимать себе непонима, надо просмотреть энное количество умных, грамотных фильмов, которые большинство из вас, конечно же, по тем или иным причинам не смотрело. Чтобы понимать вообще, о чем я говорю, надо прожить с десяток лет в Европах. Чтобы понимать, что я говорю, надо просто включить маски, включить свой разум и оторваться от тупых сериалов, оторваться от тупых ТВ-шоу, оторваться от тупых компьютеров, которые вам закутривают мозги, оторваться от тупых интенсивных усилий, еще таких своеобразных привычек, которые вас одолевают, которые вами обладают, да? Ведь это не значит, что ничто не должно обладать вами, правильно? Но вы где-то там сидите, и вы с этим явно не согласны, не рады, что это происходит. Я хочу вас просто рассмотреть поближе в этот микроскоп и принять тоже для себя некоторое решение. Я, знаете, подобно Жироку Холмусу, конечно, здесь занимаюсь такими исследованиями, занимаюсь такими научными, или, кто-то скажет, псевдонаучными открытиями, но это далеко не так. Почему? Потому что любое изыскание, любое научное или даже псевдонаучное изыскание, оно требует, конечно же, определенного времени. Оно требует того, что ты, бороявшись вот такой глупой мелкоскопом, микроскопом, ты исследуешь предмет, ты смотришь на все вещи не просто невооруженным глазом, а тебе нужен определенный какой-то технический способ, который раньше был не делал никогда. И мистер Шерлок Холмс и Голдер Ваксон исследовали тогда методом дедукции, при помощи дедуктивного метода исследовали поведение злодеев и бандитов, потому что 19-го века, 20-го века. Да. И в этом смысле, конечно же, вернее мы, нужно понимать, что те тезисы, которые сегодня пытаются внедриться и загрузить в ваши мозги, те тезисы, которые описаны, только описаны, не знаю, 2000 лет назад или 5000 лет назад, или 3000 лет назад, они как бы безвозвратно и безнадежно устарели. И почему сегодня наблюдается такая тенденция отброс науки, научной мысли назад в прошлое? Почему сегодня никто не изучает историю подлинного строя? Почему сегодня люди изучают науки? И весь этот шелак, который бьет из ютубов канала, из тиктоков или из инстаграма, он потом нажал по прессе, он абсолютно не научен. Потому что никто не исследует предмет тщательный какой-нибудь, никто не занимается вот этим научным исследованием, никакие тупые блогеры, никакие тупые блогеры, никакие там вообще придумки, которые набирают миллионы, какие-то миллиарды, зарабатываются на этом не плохо. Но петлу заходят, петлу хавают, петлу нравится это все, и поэтому, естественно, это все придет хатура, и это вообще адвоксменты, это вообще тикование... Какие-то... Но мы никто, нехтушки, их не звать никак, они получают привилегии, конусы. Ну, умные, умные людей, какие-то слушают, кому интересно знать действительно правду, кому интересно эту правду почувствовать, кому интересно сдать эту правду в мире. Правда вообще себе нам нужна, правду нам реально поймут. Почему? Потому что, если ты говоришь правду, ты, естественно, побываешь чьи-то интересен, чьи-то коммерческие, вот эти главные такие... мониторизации на них. Вот смотрите, представляете себе, что действительно, Ешуа, то бишь Иисус, который пришел и начал изгонять из храма на немщиков, плечи, овец, козловки, голубей, рассыпать столы, и так далее. То есть, он подрывал, мы поговорим о бизнесе. Да, так и не сдумали, что Ешу просто, я просто подорвал, устоявшийся бизнес. Такое, знаете... Клан храмовый, Клан, да, Клан храмовый, который зарабатывал на 3-день на всех и инущих, на всех инищих бедняков, которые давали последние за какие-то интеллигенции, их заводили, про упрощение грехов, и 5-х годов, и 10-х годов. Им дарали, это анонимное блажевание, свиньи-довтворение с нами, и счастье будет. Абсолютно то же самое происходит сейчас. Собственно то же самое, что касается религии, потому что православие, да, иногда это занимает другую религию, это не заодно, а тоже семья. Это очевидный факт. И то же самое будет стоять на войне и военных действиях. можно назвать это военной спецэперацией, какой будет, да, антивоенной, и военной вообще, наверное, многим людям, правильно, иногда наживаются опять те, кто продаёт оружие, те, кто оставляет оружие непосредственно не проехали. Здесь нет права быть виноватым. Здесь у вас, и их солнце, виноватым просто те алчные, жадные люди, которые наживаются на оружие и на других людей. Возможно, для них, действительно, эти люди не доставляют, естественно, никакого интереса. Для власти мощных, для обеспеченных людей это просто как тараканы. Как я дроблю тараканов, да, вчера и третьего дня, я просто пил тихлофос, или что-то кожей, или баф, или ещё что-то, как рейд, там, и все прочее. Захожу на кухню, и открываются ящики, стола, открываются в полковные уголки, и я, там, выживаю, туда просто... у меня нет чего жаловаться к сожалению, иначе, к этим тараканам, значит, если я буду жалеть, я пострадаю сам, они меня съедят, они могут привезти какую-то заразу, они могут продукты, они портят, в общем, жизнь человека, да, и тараканов ненавидят все. Вот жалеет тараканы, например, в лесу, и кому-нибудь другу, они просто бы жили бы счастливо и мирно, но, может быть, облегались единственным атакам, или пауков, или ящиц, не знаю, кто им. То есть тараканы, ну, какая-то тоже пищевая спочка, которая в природе существует, для этих тараканов, но их бы ненавидят все люди, в квартирах, в которых они живут, сколько тараканов выбрали на место обитания квартиры, значит, люди ненавидят, люди начинают уничтожать массово. Какая здесь аналогия? Какая здесь связь? Аналогия такая, что кто-то на этой планете реально пришелся. То ли вот эти люди шли, которые просто имеют трастический образ жизни, то ли вот эти люди, которые действительно в которых есть деньги и власти, которые решают, опять-таки, за вот простых смертных, как их жить, что им делать, и в случае резкой необходимости принимается решение на отнуление или уничтожение этих мелких нудишек, которые ничего с себя просто не представляют, а играются лишь определенным балластом на планете. это, конечно, ужасающее, я понимаю, это ужасающее мысль, это ужасающее поведение с моей точки зрения, с моей стороны. Так, мыслить аморально, низко, ничтожно, но что делать, если это так? то есть что все, что происходит сегодня относительно определенный прописанный сценарий, и отношение именно такое, где он только что писал к этим людям. То есть пофиг на права человека, пофиг на моральные устои, пофиг на вообще все. Просто принимается решение такое, что какой-то народ, какая страна должна просто исчезнуть со земли. И туда создаются ситуации, туда бросается вооружение, туда бросаются солдаты, армии, и устраивают там побоище, бои, и страна так или иначе вот метаберсия, по-моему, страна в истории имела большой вес, она просто перестает существовать. То есть исторически так сложилось. расцвет государства, применение формирования, расцвет, кульминация, и потом идет спад. Я говорил еще давно, когда развивается жанр комедия, то государство обречено на гимн. Таньян говорил еще про гомер, или Сократ, или флакон, или аристот. Если развивается жанр трагедия, значит государство тоже деградирует, наступает стагнация и деградация достигающая. Мы сегодня уже видим, что из себя представляют русские люди, которые тараканы, я уже повторялся, как говорил бы там, бегут из утонущего корабля, как те же самые крысы или тараканы. Мы видим это уже не глаз, сколько приехало, сколько в Дубай везде русская речь, на пляже русская речь, пафе русская речь, и так далее. Везде, везде, и ты видишь, как порой ведут себя эти персонажи, как они упого одеты, даже при наличии бабок, денег, у них нет чувства стиля, нет чувства стиля, это очень легко, понятие определить. Это появилось годами, это с молодой матери на уровне ДНК появилось тысячелетия. и опять же таки, если ты вчера был врагом, если ты вчера был щебродом, а сегодня ты хвастаешься тем, что у тебя есть последние модели Lexus или Mercedes или BMW перед своим соседом, опять-таки, хвастаешься тем, что у тебя есть другой москвичник, или ладо, или колено, а именно хвастаешься западной модели. какой у тебя айфон, какой у тебя там еще микрофон, или камера какая-то, что там, еще, но все эти русские хвастаются, заметьте, фетиши, предметами фетиша. Мои пинки, не самые крутые последние модели лаптями, не самые крутые балалайки, а какими гитарами, я не знаю, какими еще какими-то шнурбуками, лаптоном и так далее. наоборот. Это говорит о том, что идея совмещения, она сработана. Они юзают этот сленг, сформированные на базе искрого языка. Они используют вот эти гнеологизмы, сформированные на семантически созданные кальковские запах заимствованных слов. заставляют русскую речь по сути, по факту. Вы где-нибудь слышали, что американцы использовали в сленге «русский неологизм», русский логич, русский советский мит, вы где-нибудь видели, что американцы хвастались через те, что у них последняя модель Вы не слышали, чтобы американцы или европейцы хвастались, что у них последние разработки телефон made in Russia, iPhone made in Russia, Notebook, laptop made in Russia, или программное обеспечение компьютера made in Russia, или хоть что-нибудь, вы когда-нибудь такое слышали? Я нет. Вы когда-нибудь слышали об этом, я лично не был. И никогда такого не было.